Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». И сегодня мы поговорим о финансовой грамотности, а точнее о том, как реализуется проект по повышению финансовой грамотности среди школьников нашего региона. У нас в гостях сегодня Яршева Татьяна Николаевна, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Алтайского края. Эпигарева Дарья, ученица 11 класса школы номер 24 города Барнаула, победительница нескольких всероссийских олимпиад по финансовой грамотности. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Татьяна Николаевна, давайте начнем с вас. Расскажите вообще, насколько сегодня финансовая грамотность и проект по повышению финансовой грамотности среди школьников актуален? Вообще, как это происходит, как устроена программа, что делается в регионе для того, чтобы школьники действительно заинтересовались этим важным вопросом? Да, проект по повышению финансовой грамотности в целом, он, конечно, ориентирован не только на школьников, то есть школьники — это одна из основных, наверное, целевых наших аудиторий, с которыми мы работаем, и самых, наверное, успешных по результатам аудиторий. А на сегодняшний день в Алтайском крае курс по финансовой грамотности внедрен почти в половине школ, общеобразовательных организаций. Во всех колледжах реализуется курс финансовой грамотности в рамках образовательных программ. Также задействовано большинство центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. То есть вот эти цифры говорят о том, насколько масштабно на сегодняшний день мы реализуем и реализуются в принципе принципы проекта Минфина по повышению финансовой грамотности. Достигнуты очень хорошие результаты, в частности по различным конкурсным мероприятиям, олимпиадам, соревнованиям, чемпионатам по финансовой грамотности. Алтайские школьники показывают очень хорошие результаты и достаточно много примеров с именно успешных результатов, побед, призовых мест и так далее. Это хорошо, что наши школьники впереди планеты всей, но тем не менее давайте подробнее поговорим о том, как выстроена работа. Что это все-таки? Это уроки, это семинарские, лекционные занятия, интерактивные занятия. Как выстроена эта система? Система достаточно такая уже емкая, то есть на уровне региона действительно создана уже система внедрения основ финансовой грамотности в образовательные программы. Идет подготовка педагогов, преподавателей вузов. То есть на сегодняшний день в крае около 1600 педагогов общеобразовательных организаций прошли обучение по курсу преподавания методики финансовой грамотности в школах, колледжах и других образовательных организаций. Организации доп. образования успешно реализуют эти формы. Но все это в рамках факультативов? Не обязательно. То есть есть и курсы, которые внедрены в образовательные программы, то есть они реализуются в форме уроков, то есть в расписании уже встроены. Есть, конечно, и внеурочные примеры реализации этих программ, то есть всевозможные кружки, клубы финансовой грамотности. В частности, на сегодняшний день у нас в крае создано почти 60 волонтерских отрядов по финансовой грамотности, которые реализуют... Работают с населением. Не столько с населением, которые работают именно со школьниками тоже. То есть, по сути, обучение финансовой грамотности идет по принципу равный равному. То есть дети уже обучают детей. То есть это достаточно успешный пример. Очень хорошо воспринимается и школьниками, и, соответственно, самими волонтерами. Дарья, ты победительница двух всероссийских олимпиад по финансовой грамотности, если не ошибаюсь. Расскажи нам такое, что же все-таки такое финансовая грамотность, и почему именно это направление? Почему не математика, не физика, не биология? Почему именно решила участвовать и принимать участие в олимпиадах по финансовой грамотности? Финансовая грамотность охватывает все сферы финансов. С 14 лет мы, подростки, уже можем вклады, депозиты сриспределять. А с 18 лет у нас наступает полная дееспособность, и мы полностью входим в эту финансовую жизнь. Поэтому именно в старшей школе необходимо обладать, учиться обладать этими компетенциями, чтобы дальнейшая жизнь более в легкой форме складывалась. Ну что вы изучаете? Вы изучаете кредитные продукты, вы изучаете принципы работы с акциями, с облигациями, или, в принципе, как не попасть на уловки, к примеру, мошенников? Все, что вы только что описали, входит в данный курс. А как организована работа в твоей школе? Это факультатив, это постоянное обучение? И как вообще стать человеком, который может представлять регион на Всероссийской олимпиаде? Сейчас я нахожусь в 11 классе, в основном это не предусмотрено для выпускных классов. Поэтому как реализуется программа, я не знаю. Я готовлюсь самостоятельно на протяжении двух лет. Без руководителя, без педагога, просто сама? Да, сейчас достаточно материалов в интернете, и также Министерство просвещения, Центральный банк, выпускает свои материалы для подготовки. Например, сайт финкульт-инфо, там достаточно материалов для подготовки. Также сами олимпиады заинтересованы в том, чтобы подготовить качественных учеников для олимпиады. И с этой целью на сайтах размещены также материалы для подготовки. А как проходит вообще олимпиада? Это просто тестовые задания, это задачи по финансовой грамотности, это просто знания нормативно-правовой базы. Что это? Заключительный этап Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности состоит из тестовой части, анализирования кейсов. И также вишенкой на торте данной олимпиады является Блиц-игра. Данным этапом могут похвастаться далеко не все олимпиады. Это очень интересный этап, позволяющий рассказать больше о финансовых продуктах, о различной деятельности в сфере финансов. Позволяет узнать что-то большее о себе, проявить свои аэраторские способности. То есть это не просто образовательная технология, это еще технология, которая помогает, грубо говоря, научиться презентовывать себя и свои знания. Давай по-другому. Самое интересное задание для тебя, вот ты говоришь, вы рассматриваете кейсы, самые интересные и сложные кейсы, вот говорила Блиц-игра, какие для тебя были самые сложными и интересными? Самая сложная Блиц-игра, потому что все-таки нужно совладать с собой. Самый интересный был вопрос на анализе кейсов. Там было задание о том, вернулся мужчина из Болгарии, и у него была возможность подарить или предложить обменять своему другу данную сумму. И был вопрос, является ли это законным? То есть он приехал со своей валютой Болгарии и предложил подарить эти средства своему другу? Да, именно так. И правильным ответом было то, что эта сделка является незаконной, и данную операцию необходимо проводить в специализированных местах. Но вопрос в другом. Можно было подарить данную сумму своему другу-коллеге, это уже является законной операцией. То есть вопрос с подковыркой. То есть есть нюансы, да? Да. Татьяна Николаевна, а как вот уже с Дарьей говорим, Дарья занимается сама, ищет, участвует в Олимпиадах. А как вообще, вот вы говорили о том, что у нас много победителей, победителей Олимпиад, участников Олимпиад на всероссийском уровне. Как выстроена система именно поддержки вот этих ребят, которые представляют регион на всероссийском уровне? Ну, в данном случае, наверное, Дарья является исключением, да, из правил. На сегодняшний день наша система образования предполагает, ну, такой, скажем, реализацию принципов взаимодействия между неким центром, курирующим, да, программой повышения финансовой грамотности на уровне региона и образовательными организациями. Таким центром у нас, ну, в идеале является Минфин, взаимодействует с Минобром и подведомственное Миноброучреждение. На базе этого учреждения создан региональный методический центр, который осуществляет как подготовку педагогов, так и сопровождение уже педагогической деятельности именно по финансовой грамотности. И, в принципе, обратившись в этот центр, вы можете отдать своего ребенка, или ребенок сам может начать заниматься финансовой грамотностью? Ребенок может, ребенок занимается финансовой грамотностью на базе образовательной организации, то есть той школы, в которой он учится. Соответственно, с тем педагогом, который реализует образовательную программу именно по финансовой грамотности, который преподает. То есть, кроме того, такие у нас педагоги, таких примеров очень много, есть активные педагоги, которые помимо учебной деятельности, естественно, занимаются с ребятами дополнительно, факультативно, создают вот те же самые волонтерские отряды. То есть, к примеру, у нас тальменки очень активные, педагоги работают, биски очень активные, педагоги, то есть они уже проявляют свою инициативу, предлагают новые какие-то мероприятия, какие-то форматы, чаще всего игровые либо интерактивные, которые позволяют развивать, дополнительно развивать уже практические навыки в области финансов, личных финансов, обращения с финансовыми инструментами у школьников. Дарья, последний вопрос к тебе, чем финансовая грамотность важна в жизни, твои советы, о чем людям всегда необходимо помнить, для наших зрителей, имея дело с финансами, давай три твоих главных совета, как обращаться с финансовыми, о чем всегда помнить. При работе с пластиковыми картами необходимо быть очень осторожным, также необходимо, если мы позвонили, сохранять бедительность и в случае чего перезвонить по номеру. На уловке мошенников, не сообщать личную информацию, первый совет. Информация банка расположена на обратной стороне карты, это официальный номер, по которому вы можете позвонить и связаться непосредственно уже с сотрудниками банка, чтобы решить проблему. Второй совет. Банковские вклады – это не средства инвестирования, это средства накопления и убережения своих средств от инфляции. Они не позволят вам заработать, но позволят сохранить деньги. Безусловно, это лучше, чем хранить деньги под подушкой, потому что так деньги только обесцениваются. И последний совет. Не бойтесь пробовать себя в чем-то новом, это очень полезно и расширяет ваши жизненные компетенции. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. На этом наш выпуск подошел к концу, смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.